МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Махом отметили татарский национальный праздник Сабантуй. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. 34 градуса по Цельсию. Рабочая неделя в Алтайском крае. Начинаются сильные жары. В некоторых районах аномальные температуры будут сопровождаться дождями и грозами, передает региональный гидрометцентр. Алтайские спасатели советуют жителям не находиться подолгу на открытом солнце, а водителям воздержаться от дальних поездок. В целом, в крае уже третий день действует штормовое предупреждение из-за высокого риска пожароопасности. Только за последние сутки в регионе зафиксировали 69 возгораний пострадавших лет. Два человека погибли на Алтае при крушении частного самолета Як-52. По данному факту возбуждено уголовное дело. ЧП произошло вечером 16 июня недалеко от Новоалтайска. Самолет упал и загорелся на взлетно-посадочной полосе во время выполнения фигуры воздушного пилотажа «Бочка». В результате крушения погиб владелец самолета, чемпион России по высшему пилотажу, глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов, а также его напарник Денис Колбин. В прошлом году эта группа выступала на авиашово в Новосибирском «Мочище». По факту авиакатастрофы, в Западно-Сибирске следственный комитет возбудил уголовное дело. Отметим, сегодня утром в Барнаульском аэропорту произошло еще одно происшествие. Экстренную посадку совершил пассажирский самолет «Суперджет-100». Он летел по маршруту Иркутск-Барнаул-Санкт-Петербург. Причину ЧП сейчас выясняют. Как сообщили в прояву МЧС, на борту было около 90 пассажиров. Все они в данный момент находятся в здании аэропорта. В Барнауле неизвестно обстреляли двух девушек из пневматического оружия. А пострадавшие получили несколько неглубоких ран на лице. Журналисты «Комсомольская», правда, Барнаул, следят за развитием событий. О чем еще можно прочитать на страницах изданий «Сибирской медиагруппы», смотрите в обзоре. Инцидент произошел в одном из барнаульских дворов. В сообщении, которое размещено на Барнаул-22, говорится, цитируем, «Внимание, люди! На солнечной поляне 105 стреляют из окон в людей». Полиция посмеялась, взяли заявление и уехали. Сказали, все равно не найдут. Корреспонденты «Комсомолки» намерены выяснить подробности ЧП. Петиция против повышения пенсионного возраста в России собрала более миллиона подписей, сообщает Политсибру. Напомним, что 14 июня правительство страны одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Для мужчин установлена планка в 65 лет, а для женщин в 63 года. Когда петиция против наберет полтора миллиона подписей, ее передадут руководству страны. Бийский рабочий на своих страницах рассказывает о том, как горожане отметили фестиваль национальных культур. Он прошел уже в пятый раз, был большой концерт, дегустация национальных блюд и мастер-классы. Подробный фоторепортаж есть на сайте Бийского рабочего. Елена Кузовкина, Наши новости. Основная волна сдачи единых госэкзаменов подходит к концу. Одни из последних предметов, биологию и иностранный язык, выпускники сдавали сегодня. В этом году биологию в качестве выпускного экзамена выбрали 2500 школьников. Иностранный язык больше 800 выпускников, почти все из них сдавали английский. Еще 30 человек писали ЕГЭ по немецкому языку, четверо по французскому. Один школьник сдавал экзамен по испанскому языку. По традиции, испытание включало в себя письменную и устную части. Для поступления в ВУЗ по Иньязу нужно набрать минимум 22 балла, по биологии 30. Отметим, сдавать ЕГЭ можно не только на пришкольных пунктах, но и на дому. Как организуют работу выездных комиссий, расскажем в вечернем эфире. В Крае объявлена большая стоматологическая акция среди детей. Ее цель – своевременно обследовать и скорректировать аномалии развития зубов и прикуса. Акция организована Алтайским медицинским университетом. Ее прошли уже больше 50 юных пациентов от 6 до 11 лет. Как отмечают врачи артодонты, в наше время аномалии развития зубов – серьезная проблема. Если, допустим, раньше самым сладким, что кушали дети, это была морковка, какие-то яблоки, что являлось хорошим фактором для развития зубочелюстной системы, то на сегодняшний день во многом дети часто от этого отказываются. Лучше съедят какую-то мягкую печеньку, пряник. Специалисты подчеркивают, аномалии развития зубов могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем, поэтому их нужно своевременно устранять. Акция продлится до конца июня. Осмотр проходит в стоматологической поликлинике Алтайского медуниверситета. Обследование бесплатное, требуется лишь медицинский полис. Уголок Татарстана на Алтае в минувшее воскресенье – особо экономическая зона «Бирюзовая Катунь» стала местом притяжения сотен гостей. Там с размахом прошел татарский национальный праздник – Сабантуй. Он символизирует завершение весенних полевых работ по традиции посетителей мероприятия. На территории татарского подворья познакомили с обычаями тюркского этноса, его культурными и гастрономическими особенностями. Так, на праздник из Татарстана привезли казан плова на 5000 порций. Отметим, что Сабантуй посетили президент республики Татарстан Рустам Мениханов, председатель правительства республики Алтай Александр Бердников и в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В ходе рабочей встречи руководители регионов оценили потенциал особоэкономической зоны и обсудили перспективы сотрудничества. В адрес медицинских работников в их профессиональный праздник звучит множество поздравлений и добрых слов. К ним присоединились и сотрудники реабилитационного центра доктора Бубновского в Барнауле. Дорогие коллеги, коллектив центра доктора Бубновского в Барнауле поздравляет всех с Днем Медицинского Работника и желает каждому, кто выбрал для себя самую благородную профессию на земле, помнить о том, что мы нужны людям. Пусть ваши сердца никогда не черствеют, пусть ваши пациенты будут здоровы, а работа приносит только радость. Желаю всем доброты, чуткости, огромного терпения и высокого профессионализма. Будьте здоровы! С праздником! В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофеи». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофеи» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуды, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа! Покажи своей девушке настоящую романтику! Сходи в поход с семьей! Приготовь ужин на костре! Будь мужиком! Сеть магазинов «Трофей». На большей территории края Ясно, в Заринске, Белокурьхе до 30 тепла, в целом по краю до 34. В Барнауле Ясно, ветер южно-умеренный, днем до 31. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok